Музыка народная, слова народные, лыжня тоже народная, шутили гости-лыжники. Среди гостей городские и краевые чиновники. Тот случай, когда те и другие наравне осваивают новые трассы. Министр спорта Перфилев говорит, сам провел в парке юбилейный все детство. И когда от общественников поступило пожелание обустроить лыжню, поддержал инициативу. При участии Краевого министерства спорта тропинки расчистили от мусора и зарослей, проложили саму трассу. В свое время эти территории жили. Наша задача сейчас хотя бы вернуть то состояние, которое было раньше. А все просто, да, где-то прибраться, где-то лыжню дополнительно проложить. Поэтому, ну, будем делать небольшие шажки, чтобы потихонечку-потихонечку становилось лучше. Тропинки юбилейного, даже не ухоженные, всегда были полны любителей лыжного спорта. Теперь уверены организаторы парк и вовсе наполнятся жизнью. Мы вообще со спортивной школой номер 6 и мы базируемся на силикатном. Вот, но мы вот, у нас тут будут проходить спортивные ориентирования на следующую субботу-воскресенье. Поэтому мы пришли покататься, посмотреть, оценить тоже. Но вот мы прокатились и нам, в принципе, очень все понравилось. Теперь в распоряжении физкультурников трассы как для любителей конька, так и более спокойной классики. Длина лыжни тоже варьируется. Она рассчитана просто на обывателя и на человека, который просто катается для себя. Вот, здесь есть подъемы, спуски, есть какой-то мотивация, интерес. Ну и самое главное то, что, конечно, она в таком живописном месте, в парке находится. Краевые и городские чиновники обещают поддерживать трассы в порядке и летом, чтобы любителям спорта комфортнее было заниматься бегом и ходьбой. Кстати, одновременно открылась еще одна барнаульская лыжня в парке «Изумрудный» для тех, кто живет в центре. И уже на следующей неделе должна открыться третья в парке имени Ленина. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.